Вот, поехали. Вестерн, первая карта и полуфинала верхней сетки. Не начали сразу. Тут писали, что лучше посмотреть ОВТ. Ну, я еще раз повторюсь, как бы, видите, мы заранее начинаем до, так сказать, регламента, чтобы посмотреть и то, и то. Ну, вот не откликались товарищи из какой-то там из команд того полуфинала. Поэтому будем смотреть это. Если там успеем, то посмотрим это. Пофиксил я, кстати, проблему мерцания. В общем, объясню, в чем фишка. Как бы, если у кого-то... Да что ж такое. Да хватит же жужжа ж. В чем проблема была, в общем, раньше Crossfire не захватывался, как игра. Античит, все это дело. Морозил, да, и выкидывал из игры. Сейчас, если зайти сначала в игру, потом включить стрим Crossfire, ну, как захват окна, а потом захватить как круто, в принципе, все нормально, по крайней мере, у меня получилось. Ну, это для тех, кто стримит, для тех, кто понимает. Вы просто спрашивали, как я с этим поборолся. Вот, собственно, и все. Чат себе и откроем. Окрошка, стрим со своего твича. Я не могу стримить со своего твича, меня обязывают стримить с этого твича. И советую вам лучше фоловиться к этому твичу, иначе так и будете всю жизнь ныть, что нету качества. Ну, до тех пор, пока будет стримиться Crossfire на этом канале, я имею в виду. Неизвестно еще, конечно, сколько это времени будет. Ну, такое. Поэтому зафоловьтесь, и вы каким-то образом, наверное, ускорите процесс появления здесь партнерки на этом канале. Да, вот видите, единственное, у меня не сразу игра появляется. Так, переключаюсь между сценами. Ну, там поколдовать, короче, можно. Ну, мерцать не будет 100%, это гуд. Первый раунд у нас уже за легендарью. Кстати, карту вестерна мы сегодня не видели, и... Довольно-таки неплохая, на самом-то деле. Сейчас мы быстро вот так сделаем. Просто смотрел вчера, опять-таки, повторюсь, Меркури стрим. Ну, он целый день, пока они вылетели, они стримили. Ну, так прикольно. У них даже были проблемы на карте. Опять-таки дробовики, опять-таки пистолеты, что-то вроде монорельсы. Но единственное, хорошо, что пушки хотя бы лежат под ногами, и за ними надо бежать еще 100-метровку, а потом стрелять. Неплохой кольт. Ну, такое, простреливаемые текстуры, как бы, и на скил, и на удачу. Карта, хорош, тащер, ну, они уделывают своих соперников, несмотря на то, что тут аж сам Биг Бир, аж сам Кокси, аж сам Напалм. Турниры выживания или уничтожения. Есть люди, которые могут с ними побороться. Кстати, они зажимаются. С первых минут. Ну, я говорю, единственное, что поможет легендарь здесь выиграть, это просто наглое избиение своих соперников с дебюта. Парни из Джельсимина, ну, по крайней мере, Биг Бир молодой, может и психануть, и бросить, и не пойдет. О, фраг. Баншотище. Минус два от него, все по головам, тащер тоже в голову. Ну, и 5-0, два раунда. Просто, просто разрыв. Да, легендарь не так просты оказались, как на самом деле могло бы казаться. Ну, 6-0. Ну, лау, просто, уничтожение. Ну, может быть, первая карта, может быть, перекресток, будет все по-другому. Скорее всего, даже, будет все по-другому. Во-первых, такой выбор девайсов, что, ну, не каждый из дробовика может пострелять. Или... Кольта. Что, ну, Кокси сопротивляется. Ну, у Биг Бира вообще 0 фрагов, на самом деле. Ну, 1, вот. Хорошо, отлично. Первый раунд, 6-1, первая половина. Меняемся. Миссия выполнена. Победил Блэклист. Несколько такое... Холодный душ. Для... Джель Семино. Ну, и начинается небольшой некий троллинг. На самом деле, я не сторонник такого троллинга. Ну, что-то Тачер пишет, как-то слабо. Вообще, конечно, смеется тот, кто смеется последний. Чего, не все сделано. Еще перекресток, а затем еще и монорельс. Сломить мораль на перекрестке могут, наоборот, Джель Семино. И затем завершить свое победное шествие. Ну, смотри, совсем издеваются. Клопки с Пабло лучше стреляют. Эх, нехорошо так делать, на самом деле. Надо вести себя прилично. Так, ну посмотрим. Ответочка, 6-1. Напалмы, Кокси, раздодоренные троллингом. Кто там писал? Тащер. Кто-то, должны сейчас показать ответочку. Уэстер. Все простреливается, поэтому тяжеловато здесь. Зачем-то прятаться? Я не знаю, мне кажется, вот этот... Пистолет не совсем точный. Не зря к нему приделан немножко. По дефолту. А, это обойма так выезжает, господи. Так, ну и втроем в одного Биг Бира. Биг Бира 0 фрагов пока. Хорош, первый. Ну, ХП, конечно, не Айс был у первого. Одного забрал, нормально. 7-2. Вот как-то так. Как-то, как-то так. Вау, Кокси. Поймал прыжок с крыши на себя. Лидер, ласт. Ну, как бы, если сейчас он раунд забирает, на этом все. На этом первая карта закончится очень быстро. И, 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 и все. Нет. Не забирает лидер этот раунд. Еще посмотрим. Ну, на маппойнте висят. Уважаемые, многоуважаемые господа. Легендари. Ну, и опять. Вот теперь, наверное, все. На этом Биг Бир остается последний. Если не размонсует двоих, особо спрятаться ему некуда. Патронов. Патронов ГГ. Побежал в раш. На последнем патроне забирают его. Все. На этом первая карта. Переходим к перекрестку. И тут уже, наверное, будет все немножечко серьезнее со стороны. Джиль Семино. Стрим собрания ИОВТ, возможно, будет. Но в этом я не уверен. Если быстро здесь закончим, то, может быть, и будет. Вообще, по расписанию, идем параллельным курсом. Ну, то есть, так запланировано, что полуфиналы и финалы с математом. матчем за третье место, идут параллельно. Поэтому, как бы, вообще я волен одну игру. Ну, вот, чтобы больше посмотрели, я стараюсь... Как-то у судьи поспрашивать, чтобы они поторопили команды в каждой стаде. Поэтому мы и там смотрим по несколько противостояний в одном туре. А так, конечно, смотрели бы по одному и ждали бы по полтора часа. Ну, не знаю, получится. Посмотрим и получится. Так, ну, вообще, конечно, я ставлю на то, что здесь G7, наверное, перекресток. И мы будем свидетелями практически Иеговы смотреть на рельс третьей решающей карты. Я не знаю, почему учеркнули Восток, но Восток очень такая моральная, деморализирующая, что ли, карта. Там, если вот не падет, то не понимаешь, почему у тебя не идет. Бигбер, кстати, последний во двоих, я не знаю, почему теряют. Бигбер в 74-м за столбом по Пуличный Клинусон. Легендари. Первый раунд за ними на перекрестке. А где рулы? А вот нигде. Хочется спросить, а они были? Ну, я не знаю, я видел, что Дрейс писал там что-то в своей группе вчера в Еремии. На Изич тех, на Изич тех. Не стал смотреть всю сетку, на каком этапе они вылетели. Но во второй день не попали, 100%. Где-то там кто-то их скосил. Хотя тут уже непонятно, кто рулы, кто не рулы. Сейчас даже окстился я, а Дрейс рулы лился. Ну да ладно. Так, ну, 2-0 у нас тем временем. Пока что и на этой карте у Джельсимина. Хотя по никам очень громкая команда. На самом-то деле, ну... Как на этом турнире подписаны рулы? Вот не знаю, честно. Последний фраг, скорее всего, Джельсимина все-таки этот раунд забирает. Если сейчас не сбреет напалма фраг. Потому что у Кокси тоже-то хп не айс, а у фрага... Фрага 100. Ну и будут растягивать его на 2, а не надо тебе стреляться. Справа надо с первым стреляться. Ну, решил вот так вот сделать. Ну, в принципе, тоже красиво. Не получается. 1-2. Первый раунд Джельсимина взяли. Не мерцает, да, по-моему? Все же нормально. Оба не мерцает. Миронетки они были. Значит, на 1-16 они, по-моему, сбрели их. Где-то там еще я их видел. Такое название. Ну, отстают по раундам Джельсимина. Напалм. На позицию ловят. СВМ Тащера. Кстати, по-моему, Тащ... Нет, не СВМ он тоже был. Ну, напалм на ХП абсолютно нет. Ему нужна охрана. На близкую дистанцию напалм второго кладет. Ну, вот так вот аккуратненько вычекивает. Прибирает к рукам своих соперников. Лидер 1 на 1. На зажиме 3 будет. Если да, то это эпик. Нет, будет. Кокси все-таки на опыте. На стрейфе. Ушел в уголок. Стрейф через 2 секунды. Еще один спрей. И минус оппонент. 2-2. Ну, борьба завязывается. Не знаю, почему черп 0-100. Хотелось бы. Нажимаю таб. 5-3-1 и 5-2-2. Примерно равная ситуация. Лидер и... Напалм. Проклини от своих команд. Ну, и лидер тем временем с ВМ остается последний. Нахолотили, ну... Эти прочейки, конечно, ни к чему хорошему не приводят. Точнее, стреляния просто. Ну что, понеслась? Ну, позволяют себе фраг и лидер просто постреляться на центре. А ВП и АУК. Теперь... Тащу родному придется бороться. Но эта ситуация решаема. Ну, Кокси не дается. Вот просто так. Видите, чем отличаются опытные игроки от неопытных, да? То есть, если человек с первой-второй пули понимает, что он не убивает, он уходит за стенку. Он отдышался и ушел. Ну, я АКОКСи имею в виду. У него очень... Ну, не то чтобы очень, но хорошие стрейфы. И эту ситуацию он размонсовал. А малоопытные игроки выходят там на 5, на 6, на 7 шагов стрейфа от стенки. Они зажимают, понимают в какой-то момент на зажиме, что уже не получится убить. Ну, и умирают. А уйти некуда, да? 4-2. Впереди. Джельси Мино. Все идет к тому, что половину они все-таки заберут. Вопрос с каким счетом. Точнее, половину-то они уже забрали. То есть, только лишь вопрос встает. Том 4-3, Телли 5-2. Для них получше было бы на 5-2 выйти. На каких турнирах промокоды бывают? На тех турнирах, где Мэйл.ру хочет привлечь побольше зрителей. Ну, точнее, привлечь тех, кто особо турнирами не интересуется, но готовы прийти за промокодом. На больших, скажем так. Все, первая половина 4-3. Миссия выполнена. Победил Блэклист. Смена. Джельси выбили их. Вторая страна. Ну, поехали. Склоняюсь к мысли, что все-таки будем смотреть третью карту, что дотащат Джельси мина. Но! Опять-таки, легендари могут в левушечку сделать. Если не будут совершать глупостей. Что-то вроде выхода на центр. Сейчас точно убью. Ой, не получилось. А вот теперь точно убью. И так, 3 раунда подряд. Отдавать АВМ. Например. Или вот. С противоположной переборкой стреляться, стоя за одной из них. Ну, в общем, есть такие здесь моменты, которые не обязательно, не обязательно в них отдаваться. Вдвоем, в троих, остались Напалом и Биг Бир. Вот. Они контролят себе перекрест. Биг Бир популичник. В принципе, может надаль постреляться, но в этот раз не сдюжил. Последнего Напалома оставляет. Ну, и тот ловит голову тоже. 4-4. Ну, и уже 2 в 2. Разменчик был. Опять та же самая ситуация. Биг Бир почему-то с АВМ, кстати, ловит легкого в голову. Смотрел вообще не туда за переборку, за дальнюю. Смотрел, вышли с меда на воду. Кокс, мастер клатчей. Перекрестка. На панихопе. Поймал голову. Найс. Фраг знает, где Кокси. Кокси заметил фрага. Ставлю на Кокси в этой дуэли. Почему-то я и я выдал. Молодец, Кокс. Все у него четко. Рука не дрожит в таких плачах. Очень аккуратненько выцеливает голову. Стреляет по ней. Так, ну, чаще буду жать на ТАП, дабы все насладились статистикой. Тащер, минус СВМ. Бигбиро это снимает. Ну, вот, Бигбиро не пошло. Не пошло. И минус напал. 6-4. 6-4. Ну, и еще два раунда. Еще два раунда легендарий. И на этом будет ГГ и отправится в матч за третье место. Джельсимина. Не знаю, насколько это плохо для них. Важно или маловажно. Тащер. Тащер на дуэли на 74-м на зажиме против Кокси. Не сдюжил Кокси на дальнюю дистанцию. Не знаю, где лидер. Бигбиро. Нашел спину лидера на лоу хп. В принципе, легко. Не попадает Тащер на проход. Вот теперь на втором стрельфе. Фео же ловит своего соперника. Видит второго. Здесь ему штурм помогает со спины. Ну, конечно, смерть. Смерть на Палмана. Что он здесь рассчитывал? Кокси остается последний на 47-м калаше. Есть дуэль против фрага. Минус он. Аккуратненько по голове. И опрометчиво выходит Тащер. Ну, по одному почему-то я не знаю. Танцы. Кокси не знает, где лидер. Лидер не знает, где Кокси. Стоят в противоположных углах карты. Сейчас должна быть встреча. Размянулись по таймингу. Лидер переборку прочекнул, но не увидел. А, нет. Вообще без пул шел. Не решился. Ну, и друг за другом получаются. Все-таки Кокси. Так, ну еще один раунд товарищам Джильсимина. Они выйдут на ничью. До ничьей раунд и легендарь. Они же Тень убит. Стеряют первого. Ну, прометчивые действия пошли. Не знаю, на что надеяться. А, ну да. Первую же половину выиграли. Да, все. Все на этом. Берут вторую карту. Джильсимино. Получается 8-5. Вот так вот. Да. 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 8-5. И эпический монорельс нас ожидает. Ну, конечно, не лучшая карта для решения того, кто отправится в финал. Решение вопроса. Но погнали. Погнали смотреть за монорельсом. Ну, не знаю. Вот не показатель для меня абсолютно будет. Победа на этой карте кого бы то ни было. Ну, те и другие сегодня проходили через монорельс. Джиллэсы проходили без стрима. Видели мы тактику легендарь. Она была простая. До боли два дробовика обходили ближе к Диглову. Мы высекали первого его. А Диггл отслеживался за спиной, как КВП работал. Ну, точнее, как снайпер работал. Издалека два чувака с шотганами рашили просто вот этот вот квадрат, где стоит Диггл. Быстро убирали его и дальше уже расправлялись. Такая тактика работает и сейчас. То есть, лидеры Тащер у нас будут бежать с дробовиками, прикрывая фрага. Фраг быстренько берет Диггл. И дробовики пошли рашить Диггл. Но вот на этот раз Кокси смекнул. И Кокси не дает подобраться к своему тиммейту с Дигглом. И все у них получается. Фраг остается последним на Диггле аж в троих. В одной пульке напал мой Бигбир. Но не потому, не потому не попадает. Бигбир завершает этот раунд в пользу своей команды. 1-1. Монорельс из-за. Ну, монорельс, да. И не только азаза. Монорельс, конечно, такое. Мы решили, смотрите, на этот раз по-другому сыграть. Фраг остался сзади, возле решеток с дробовиком. Отстреливает со спины, так получается. Ну, и остается последний. Видели его, естественно. Мансуют столбы, вдвоем стоят за одним. Фраг понимает, что будет ему тяжело. Ну, что его спасет? Шаг влево, шаг вправо от столба и по выстрелу. Пока патроны не кончатся, какие-то шары. Бигбир с Кокси решили обходить на открытую. Правильно это делает, но почему-то фраг за столбой не прячется. Высекают его легко. 2-1. Впереди Джин Си Минал. Ну, и опять 100-метровый забег за девайсами. Убираются дробаши. Тактика первого раунда. Фраг берет Диггл. 2 дробовика рашат. Ну, с переменным успехом, кстати, с ХАЕ минус. Бигбир разменивает. Ту-лидер минус Кокси. Бигбир остается последний. Лоу-хэповый. Есть у него шанс против Диггла. Надо просто закидать дробью своего соперника. По чуть-чуть съедать у него ХП. Диггл тоже не вечный. Если грамотно мансовать, то, в принципе, можно... Потерял Бигбир из вида. Нет, просто мансуется за столбом. Понимает прекрасно, что ХП у него меньше. И надо ему приступать к активным действиям. Но выбрал совсем что-то непонятное. Потерялся, ушел в спину. И проиграл этот раунд. 2-2. Жару дать. Да, ну, не хочется здесь особо кричать. Ну, это же Монорельс. Это же Монорельс. Вообще, на самом деле, я ж не клоун, чтобы кричать. Просто, когда реально скучно. Ну, сейчас не скучно, но... Ну, и не эпическое что-то там, дотворяют. Минус 3 еще даже никто не дал. Обычные размены. Один в один. И преимущественно, чуваки, оставаясь 2 в 1, все-таки раунды закрывают. Поэтому, ну, очень простая какая-то такая игра. Я бы не сказал, что божественная. Рабочий, крестьянский. Все происходит. Кстати, ориентируется на соперника. Ничего такого я не вижу. У Джинсимина просто и со вкусом. Даже до Дигла вот теперь только доходит. Кокси его подбирает. Можно сказать, что 2 в 2, потому что у Напалма совсем лоу. Знали бы. Высекли, высекли. Ну, и по хп абсолютно одинаково. Лидер и фраг. Меняются девайсами. Дайте дробовик. Ему хорошо бы было, если бы у человека с Диглом был бы еще и дробовик. Не надо соваться лидеру, но... Хочет стать легкой жертвой. Его выцеливают и будут загонять. Он делает 1 минус Дигла. Дуэль. Дуэль на Диглах. Выиграет ее кто? Бигбир не может выцелить почему-то. А где фраг? Он здесь спрятался. А фраг вот он подошел, никем не замеченный. В голову. Бигбиру и первая половина уже точно за легендареном. На рельсе. Вопрос 4-3 или 5-2. Теряют Бигбира. Напалм решился обходить спину. Но почему-то то ли не выучил, то ли не играет. Никогда на этой карте не знает, что там решетки есть. Заскакивает спину. На него никто не смотрит. Ну, с дробовика на такой дистанции сложно будет снять. Выходит фраг с Диглом. Делает этот минус. И 5-2 первая половина за легендарен. Ох-ох-ох. Рандомчик, ну... Это монорельс. Это даже не восток. Кстати, ни одного востока вообще сегодня не видели пока что. Ну, первый полуфинал, он по регламенту и не стоял нигде. Поэтому будем ждать. Может быть, мы посмотрим второй полуфинал, если он еще не играется. Возможно, только теперь в финале. А возможно и нет. Победил Global Risk. Не зашлось. Поехали. Вторая половина. Только лишь для ничьей нужно брать 5 JLS, либо они в матче за третье место. Ну, тяжело у них. Дела идут все-таки. Не знаю даже как назвать. Ну, более JLS, что ли, КБшная команда. Эти карты им не подстать. Даже не знаю здесь, как себя вести, в принципе. Видите, Тень убийц разработали аж целую систему игры на монорельсе. И все у них получается. Сложно. Это вот я говорю. Мы еще просто шлюзы сегодня не видели. Да, восток было бы очень интересно. Я, честно говоря, из карты уничтожения больше всего люблю восток. Он супер техничный. Супер красивый. И разноуровневый. И мост есть. Ну, короче, есть там где-то стреляции. Двери любимые, как на радиостанции на Меду. То есть, трифы, авапы. Все очень круто. Ищи сигарные. Бигбир последний. По головам пошел ходить. Только ли 7 патронов в дигле. Не надо пропускать ему в ухо фраг. А, естественно, отходить на такую позицию, где бы в поле видимости были у него оба. По фрагу должны слить ему. Инфу. Хорошая голова. На лох хп остается против фрага. У которого абсолютно уже нечем бороться с Бигбиром. Ну и только ли Шара спасет фрага. Бигбир. Вот они. Минус 3 от него. Наконец-таки собрался и забожил. Надо. Когда еще? Если не сейчас. Но один раунд отыграли уже во второй половине. Тень убийцы. Они же легендарь. И им до ничьей остается взять всего лишь один. Ну а для того, чтобы обойтись без допов и выиграть эту карту. И пройти в финал Джильсимина. Надо брать все оставшиеся раунды. Делать счет 6-1. Загоняют Тащера. Тащер по пути сносит одного. Кокси хорош по голове. Пошел ходить. На дуэль против фрага. Фраг с деглом. И походу даже без дробаша. Делает то же самое, что делал Бигбир. Отходит в дальние столбы. Собирает себе в поле зрения двоих. Но отхватывает от Кокси голову. И еще один раунд. В пользу Джильсимина. Ну будем смотреть только за Джейлесами. Им нужнее. Будут ли они творить чудеса. Нельзя отдавать им раунд. Нельзя выводить на ничью. Кокси хорошо обходит спину. Будет замыкаться кольцо, если бы не Тащер, который ему минусует. Бигбир 1 в 3. И у него в баку торчит человек, которого никак не может убрать. Как надоедливая муха. Тащер вился где-то рядом. Ну все, на ничью выходит. Уже точно не проиграют основное время. Ну что, понеслась? Ну тяжелая ситуация у Джейлеса. Ууу, хорешки под себя. Ну не так много хп, но по-моему это уже рейш раш пошел. От Кокси выходит. Погибает. Бигбир на дигле. Лоу хповый. Напалм пытается в близкую хелповать. Ууу! Выцепляет. Надо смотреть спину. Выходит на Бигбир. Минус он. Все. GG. 8. 8 что? 8.4 что-то в этом роде. С игра заканчивается. Ну и все. Сейчас спрошу. Есть второй полуфинал? Может быть данные есть? Скачали бы, посмотрели. Если нет, то час десять нам ждать финала. Возможно. Ну по расписанию, по крайней мере. Крошка Гоу.